Как известно, сегодня в нашей стране, в соответствии с Конституцией России, начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это, в первую очередь, нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее, у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся. Кроме того, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода из закрепления на наши территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, четыре на Белгородском и одна на Курском направлении, с целью выхода из закрепления на российской территории. Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысяч личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. Среди личного состава около 60%, по бронетехнике свыше 50%. Целью этих бессмысленных, с военной и преступной, с гуманитарной точки зрения, акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Уверен, наши люди, народ России ответит на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет. Еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки. Отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские вооруженные силы уверенно удерживают инициативу и, шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач. Создают, таким образом, необходимые базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства. А в конечном счете и для достижения всех целей национального развития для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут, вне всяких сомнений, надежно обеспечены.